Братья и сестры, вам не кажется, что мы как-то по-особому оживаем, когда слушаем и поем о Господе? Вам не кажется, что скрытые уголки нашей души, они ждут проповеди об Иисусе Христе, ждут песни об Иисусе Христе. Ну, я думаю, сегодня мы уже достаточно получили вот такого благоговейного, доброго назидания, чтобы, в наш взгляд, он уже не уходил из Господа Иисуса Христа. Ну, вот мы с вами продолжим рассуждать и говорить о Нем. Знаете, вот в нашей христианской вере слово «евангелие» используется больше, чем в одном значении. Ну, вот первоначально термин «евангелие» имел отношение только к христианской проповеди, а именно благая весть о спасении через Иисуса Христа. Ну, вот немножко позже, уже буквально во II веке нашей эры, вот этот же термин «евангелие» начали использовать для обозначения четырех письменных документов. Тогда они назывались «Евангелие по Матфею», «Евангелие по Марку», «Евангелие по Луке» и «Евангелие по Иоанну». Первые четыре книги Нового Завета под названием «Евангелие» на самом деле являются записями одного Евангелия – жизнь, учение, смерть и воскресение Иисуса Христа. Дело в том, что именно на этом и только на этом основано христианство. На воплощении Христа и христианство оно посвящено Иисусу Христу. Книги о жизни и служении Иисуса Христа представляют собой особый литературный жанр. Это не биография Господа. Основная цель Евангелия – представить данные таким образом, чтобы для читателя очевидной стала благодать жизни и служения Иисуса Христа. Вы знаете, между тем, как разные авторы писали о жизни Христа, есть одно очень ярко выделяющееся сходство. Благая весть в повествовании Евангелий выделяется акцентом. Благая весть в повествовании Евангелия выделяется акцентом на последние дни. Нет, даже не на последние дни, а на последние часы земной жизни Господа. Мое желание вместе с вами продолжить то, с чего начал Григорий. Небольшой обзор последних 24 жизни Господа Иисуса Христа. Ну вот, Евангелие мы будем смотреть другое, Евангелие от Луки, 22 и 23 глава. Обращая внимание на отдельные отрывки, мы попытаемся увидеть цель повествования. То есть, в чем смысл, для чего, почему евангелисты писали, вот так детально писали о страданиях Господа Иисуса Христа. Хотел бы начать вот там, где оставил нас с вами Григорий. Воспев, пошли на гору Илеонскую или Гефсиманский сад. Последние 24 часа жизни Господа Иисуса Христа отмечают не только физические страдания, но вот в Писании вот так вот оставлено, показано. Последние 24 часа жизни Господа отмечают глубокое одиночество. Глубокое одиночество Господа. И самый первый сюжет, который говорит об одиночестве Господа, это Гефсиманский сад или начало изоляции Господа. Вы знаете, если вообще говорить о моральном или физическом состоянии человека, то наряду с другими вещами именно одиночество, именно одиночество человек переживает крайне болезненно. Законодательство многих, многих стран предусматривает даже такую форму наказания, одиночное заключение, которое применяется как кара для применения дополнительных лишений заключенному. История страданий Иисуса Христа – это история одиночества и изоляции. История одиночества и изоляции, которую Он добровольно принял, чтобы нам с вами вернуть общение с Богом. И сад Гефсиманский стал не только местом, где Господь искал утешение Отца. Именно в Гефсиманском саду Господь разделил Своих учеников. Писание говорит о том, что Он их разделил на две группы, и с Ним осталось только три близких ученика – Петр, Яков и Иоанн. Но позже Писание говорит о том, что Христос отделил себя или изолировал себя и от них. 22 глава, 41 стих, Евангелие от Луки, мы читаем, «Он отошел от них, Господь отошел от учеников на вержении камня и, преклонив, молился. Христос остался один». Но в последующие часы движение в более глубокое одиночество продолжается и усиливается. В Своем страдании Господь Иисус Христос был отделен от учеников, от друзей и от членов Своей семьи. От ареста до момента, когда Симон Кириньянин взял Его крест, Иисус не имел соприкосновения с человеком, никто Ему не помогал. За исключением, Писание говорит нам о том, что взгляд Христа встретился со взглядом Петра, и то во время отречения апостола. Далее были женщины на пути Голгофе, которых утешал Господь. И далее мы читаем о том, что около креста стояли несколько его друзей. Но вот знаете, особой глубины и силы одиночества, оно достигло именно кресте, где Христос воскликнул, «Отче мой! Отче мой! Для чего ты меня оставил?» Итак, история страданий Христа – это история одиночества и изоляции, которую Он добровольно принял, чтобы вернуть нам с вами общение с Богом. Вы знаете, чем еще интересна сюжетная линия, вот именно евангелиста Луки? Вот эта вот сюжетная линия страданий Иисуса Христа, она отмечается несколькими вопросами. То есть Лука вот так вот оформляет свое повествование, несколько вопросов, на которые должен был ответить Иисус Христос. Его спрашивали, и Он отвечал. И вот мое желание, вот последующее наше рассуждение, остановить именно на вопросах, которые задавали Христу, и на которые Он отвечал. Вы знаете, вот изучая мы с вами, заметим, что вот вопросы, они подчеркивают развитие страданий Христа, и нам с вами эти вопросы открывают. Они расскажут нам, что же на самом деле происходит. То есть для читателей очень важно разобраться в повествовании, что на самом деле происходит в Гефсимании, потом суд, потом Голгофа и смерть Христа. Что же на самом деле происходит? А дело в том, что каждый из евангелистов, может быть, особенно Лука, очень осторожно оформляет свое повествование. Лука, он выделяет какие-то сцены, он выделяет какие-то слова, чтобы помочь читателю увидеть действительность происходящего, чтобы мы с вами могли получить очень ясный ответ на то, что же в действительности происходит. В этой, на первый взгляд, бессмысленной серии событий есть очень благородный и благодатный смысл. Итак, один из самых первых вопросов, на который мы обратим внимание, это допрос. Допрос Иисуса в Синедрионе, высший религиозный и судебный орган Иудеи. Итак, Евангелие от Луки, 22 глава, 7 стих. «И сказали все», говорится о Синедрионе, «Ты – Сын Божий». То есть это вопрос Иисусу Христу. «Ты – Сын Божий». А вы знаете, вот чем интересен этот допрос? Ничем интересен, особен. Людей, которые допрашивали Христа, их совсем не интересовала истина. Их совсем не интересовала истина. Они просто пытались уничтожить Иисуса Христа. Уничтожить Его не только физически, но уничтожить Его умственно. Это страшная тактика, которой иногда пользуются люди, благодаря которой Христос уничтожил бы сам себя богохульством. Страшная тактика, благодаря которой Христос уничтожил бы себя богохульством. Вопрос Синедриона, «Ты – Сын Божий», прозвучал после следующих слов Иисуса Христа. Отныне Сын Человеческий воссядет одесную силы Божьей. Посмотрите, какой интересный диалог. Иисус Христос говорит «Сын Человеческий». Его спрашивают «Ты – Сын Божий?» Что происходит? Почему титул меняется? Почему, когда Господь говорит «Сын Человеческий», Его спрашивают «Ты – Сын Божий?» Вы знаете, выражение или титул «Сын Человеческий» в Евангелиях, оно очень, очень особенно. А Его употреблял только Иисус Христос. Только Христос говорил «Сын Человеческий», говорил только по отношению к себе. Это был особый, его самый любимый титул, как ему называл себя. Как, Господь, ты называешь себя? Он называл себя «Сын Человеческий». А за исключением единственного случая, это уже в книге «Деяния апостолов», когда мученик Стефан, он поднял свои глаза, он говорит, что «Вижу небеса, отверстие Сына Человеческого, стоящего одесную Бога». Вот во время служения Христа даже его самые близкие ученики, даже слыша, как часто он использовал данный титул, никогда ученики не называли его «Сын Человеческий». Только он называл себя так. Наш Господь использовал выражение или титул «Сын Человеческий» в трех аспектах своего служения. Первое – «Сын Человеческий» подчеркивает глубокое смирение его жизни и служения. «Сын Человеческий» – глубокое смирение его жизни и служения. «Сын Человеческий» – следующее – это ужас страданий, которые он перенес, он испытывал. И в конце концов, «Сын Человеческий» – это великолепие и величие будущей славы. «Сын Человеческий» – это великолепие и величие будущей славы. Но титул «Сын человеческий» выражает не только человечность Христа, но гораздо больше. Вы знаете, назначение вот этого титула «Сын человеческий» частично влияет поискование книги Даниила. В 7 главе мы читаем книги Даниила, мы читаем о видении пророка, 13-14 стихи 7 главы книги Даниила. «Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел как бы Сын человеческий, дошел до ветхого днями и подведен был к нему. Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему. Владычество его, владычество вечное, которое не придет, и царство его не разрушится». Один из древних пророков Даниил видит Бога Отца на троне в окружении небесного двора. В его видении на облаках некто приближается к престолу величия, приближается, чтобы быть возвышенным. Он получает от Всевышнего всю власть на небе и на земле. Это, конечно, сокрытая картина личности Иисуса Христа. Он, Сын человеческий, единственный, кто имеет право сесть по правую руку от престола величия на высоте. Таким образом, используя титул, Сын человеческий Иисус соединил две причины воплощения. Он пришел для того, чтобы принять природу человека и сделать для нас то, что мы не можем сделать для себя. Или Он пришел послужить людям и пострадать за людей. Но затем Он занял свое законное место по правую руку величия Всевышнего. Из повествования Евангелиста Луки мы замечаем, что люди, допрашивающие Христа, очень хорошо знали эту книгу. Знали книгу Даниила. «После слов Иисуса отныне «Сын человеческий воссядет одесную силы Божьей»» Они приняли Его признание. Они приняли Его признание, что и посчитали богохульством. Они приняли Его признание, что Он назвал Себя Сын Божий из книги пророка Даниила. Иисус говорил с ними с божественным достоинством. «Сын человеческий будет сидеть по правую сторону силы Божьей». Иисус, безусловно, исповедал свою истинную сущность. Но был ли Он виновен в богохульстве? Нисколько. Людей, которые допрашивали Христа, не интересовала истина. Они услышали свидетельство из уст Его. И для них это было достаточно. Не нужно больше свидетелей, не нужно больше допроса. Мы сами слышали и обвинили Иисуса и осудили Его за богохульство. По иудейскому закону соответствующим наказанием за богохульство должна была быть смерть. Но обвинение религии иудеев не могло быть поддержано светской властью Рима. Обвинение религии иудеев в богохульстве не могло быть поддержано светской властью Рима. За такое богохульство римляне не будут казнить человека. Законодательство Римской империи оставляло место не для одного, а для целого пантеона богов, божественных личностей, и не было бы никакого вреда, если бы к этому пантеону добавился еще один бог в Иудее. Поэтому обвинения против Иисуса перед Пилатом, они изменились. Обвинения против Иисуса перед Пилатом изменились. Теперь это не богохульство, а возмущение народа и противодействие уплате налогов кесарю. Когда привели к Христа, к Пилату, они придавили следующее обвинение. Он развращает наш народ и запрещает давать подати кесарю. Поньте, Пилат, из истории об этом человеке известно, что это был очень-очень жестокий человек. Жестокий человек, который с глубоким презрением относился к израильскому, к иудейскому народу. Но вы знаете, вот так вот так же история говорит о том, что, скорее всего, ко времени вот этого повествования об Иисусе Христе, его карьера как политика, она была под угрозой. Это объясняет его слабость во время суда над Иисусом. Нерешительность этого человека, нерешительность римского правителя, правителя Пилата, приводит нас еще к одному вопросу, к следующему вопросу нашего отрывка. Когда Христос предстал перед Пилатом, Пилат его спросил следующий вопрос, 23 глава, 3 стих. Ты, царь иудейский? Ты, царь иудейский? Иисус, посмотрите, ответил правителю точно так, как он отвечал Синедриону. Ты говоришь. Ты говоришь. Ответ Иисуса звучит неоднозначно. Действительно, неоднозначно. Но звучит неоднозначно, потому что он по-настоящему является царем иудеев, но совсем не в том смысле, в котором понимает это Пилат. Совсем не отрицая звание царя, Иисус отдаляет себя от политических и воинственных групп иудеев. Из ответа Пилат заключает, что Иисус нет, он не революционер. Пилат это понял. Первосвященники и книжники точно знали, что делают. Правитель светской власти был безразличен к обвинению в богохульстве, но очень-очень чувствителен к обвинению в возмущении народа или государственной измене. Вожди народа пользовались этим, как рычагом воздействия. В этом теперь была их сила, показать Иисуса как угрозу для Рима. Потому что Пилат со своей стороны, как правитель Иудеи, Палестины, был хорошо знаком с повстанческими группами партизанской войной. Но перед Пилатом в этот момент стоял униженный, оскорбленный человек. Иисус из Назарета. Вы знаете, братья и сестры, следующие несколько часов сделают Пилата одной из самых знаменитых фигур в истории человечества. Понтий Пилат стал одной из самых знаменитых фигур в истории человечества. Между прочим, единственным римским политическим деятелем, имя которого сегодня звучит на устах миллионов христиан. Имя Понтия Пилата осталось в словах апостольского символа веры. Христиане через все века повторяли этот стих в верую в Иисуса Христа, который страдал при Понтии Пилате. Пилат умыл свои руки, символично показывая свою непричастность к делу в Иисусе. Но в историю Он попал как человек, руки которого запачканы в крови Христа. И так Иисус перед Пилатом. Священники Синедрион обвиняли Его в самом отвратительном из всех грехов – в богохульстве. К этому обвинению теперь была добавлена государственная измена. Самое серьезное из гражданских преступлений. Что же будет делать Пилат? Каждый из четырех Евангелий ясно утверждает, что Пилат знал несправедливость обвинений Синедриона. Но все же он беспокоился. Действительно ли этот человек виновен в государственной измене и может быть провокатором? Иисус Христос не давал покоя Пилату. Несмотря на унижение во Христе, ярко выражалась нежестокость лидера, нежестокость мстителя, а в Христе выражалась милость и уравновешенность. Может быть невольно Пилат начинает разговор с Иисусом. В разговоре он замечает, что в узнике нет даже ноты высокомерия или враждебности. Но этот узник говорил так, как будто бы никакая сила, даже сила всей Римской империи не способна овладеть им. И так, с одной стороны, крик народа, смерть ему, с другой стороны, вот это вот божественное достоинство Христа. И Писание говорит о том, что Пилат не устоял в истине. Пилат не устоял в справедливости. С правосудия было поругано. Обвинение привело к смертной казни. На данный момент повествования нам открывается противоречие и нарушение правосудия. Смертная казнь, несмотря на ряд утверждений, в которых Христос был объявлен невиновным. Вы знаете, всякий раз, когда предъявляются обвинения Синедриона перед светской властью, Иисус безоговорочно объявляется невиновным. Это стоит обратить внимание. Давайте проследим некоторые тексты. Итак, 23 глава 4 стих. Пилат отвечает священникам и народу. Я не нахожу никакой вины в этом человеке. И я не нахожу никакой вины в этом человеке. Снова Пилат. Это 14 стих, 23 главы. Вы привели ко мне этого человека, как разрушающего народ. И вот я при вас исследовал. И не нашел человека этого виновным ни в чем, в том, в чем вы обвиняете его. Далее. Ирот Антипа, правитель Галилеи. Ничего не найдено в нем достойного смерти. Снова Пилат. И Лука отмечает 22 стих. В третий раз. В третий раз. Пилат говорит им, какое же зло сделал он. И знаете, как заключение, как большой-большой восклицательный знак вот всему, что говорилось об Иисусе Христе. На страницах Писания оставлено свидетельство римского офицера. После смерти Иисуса Христа он прославил Бога и сказал, истинно, человек этот был праведник. Он не был преступником. Христос был казнен, несмотря на однократное подтверждение невиновности. В нем не было вины. Но тогда мы должны спросить, что же происходит на самом деле? Если в нем не было вины, и его наказали, наказали смертной казнью, что же на самом деле происходит? Знаете, очень интересно, глубоко и таинственно Священное Писание показывает нам столкновение двух миров. «По мере того, как повествование неумолимо движется к распятию Христа, осужденному за богохульство и государственную измену, увеличивается количество голосов, утверждающих его невиновность. По мере того, как повествование неумолимо движется к распятию Иисуса, осужденному за богохульство и государственную измену, увеличивается количество голосов, утверждающих его невиновность. Заключительным и центральным становятся слова римского офицера «Человек этот был праведник». Почему такой своего рода восклицательный знак находится на страницах о страдании Иисуса Христа? Почему так много внимания уделяется обвинению Иисуса в богохульство и измена? Почему, когда оба обвинения не были доказаны, Иисус все же не был освобожден? Почему Он был казнен за преступление, которое никогда не совершал? Знаете, братья и сестры, на самом деле смысл повествования именно в том, чтобы читатель начал задавать эти вопросы. Для чего писал Лука? Вот в чем этот скрытый смысл? Читатель должен начать задавать эти вопросы. Почему? 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 Какой смысл имеет серия событий страданий Иисуса Христа? Выше было отмечено, что повествования Луки оформляют несколько вопросов к Христу. Мы обратили внимание на два вопроса. Ты – Сын Божий, Ты – Царь Иудейский. Есть еще один вопрос. Это самый первый вопрос, с которого начался допрос Синедриона. 22 глава, 67 стих. И сказали, ты ли Христос? Ты ли Христос? То есть с этого вопроса начинается допрос Синедриона. А почему допрос Синедриона начинается с вопроса ты ли Христос? Дело в том, что, братья и сестры, очень важно понимать, что Христос – это не часть имени Иисуса. Иисус Христос – это не имя и фамилия человека, который жил в Палестине. Христос – это титул. Христос – это титул, который в еврейском языке обозначал помазанник. Тот, кого помазал Бог. Человек, помазанный Богом. Иисус Христос обозначает Иисус – Мессия или Иисус – помазанник Божий. Очень интересно, вот так вот было в период Ветхого Завета. Бог являл народу изображения или иллюстрации того, что должно будет совершиться в Мессии, в Иисусе Христе. Вот эти иллюстрации включали в себя служение, три особых, очень важных служения. А первое – это служение пророка, служение первосвященника и служение царей. То есть, каждое из этих служений указывали на Мессию. Ну вот, допустим, пророки, ведь они передавали слава Бога. Первосвященник. Основным служением первосвященника, главным служением первосвященника было принести жертву раз в год за грехи народа. А цари, цари, они ввели народ путями Бога. Первосвященники, пророки и цари – все они были помазанниками. Все они были своего рода Христами с маленькой буквы. Помазание – это символ призвания Бога для особенного служения. Поэтому конечная роль, будь то пророка, священника или царя, состояла не в том, чтобы служить современникам, но и направлять взгляд людей в будущее ко Христу с большой буквы, к помазаннику с большой буквы. Между прочим, Иисус Христос исполнил все три служения. Христос стал словом Бога. Он стал жертвой, которая уничтожает грех. И он стал царем царства, которого не прекратится. Если вы помните, именно такой человек был обещан в Ветхом Завете. Пророк более великий, чем Моисей. Первосвященник по чину Милхиседека. И царь, который будет сидеть на престоле Давида вечно. Иисус – это обещанный Мессия, Христос. Итак, когда Евангелие повествует о страданиях Христа, вы должны увидеть, что происходит в действительности. Люди, которые пытались уничтожить Иисуса, на самом деле участвовали в великом замысле Бога – спасти грешников через своего Сына. Пророк, священник и царь. Обратите внимание, как все это становится явным в повествовании о страданиях Христа. Охранники насмехались над Христом. Если ты пророк, прореки, кто ударил тебя. То есть, если ты пророк, пророчествуй. Затем Ирод и его воины также высмеивали и издевались над Иисусом. Они одели его в светлую, как говорит Лука, или в царственную одежду, как будто и они говорили. Если ты царь, то пусть у тебя будет одежда царя. Далее, во время распятия, один из преступников сказал следующие слова. Евангелие от Луки, 23 глава, 39 стих. Если ты Христос, спаси себя и нас. Если ты Христос, спаси нас. Вы знаете, вот это выражение, вот эта просьба, спаси нас, это было самое главное служение первосвященника в Ветхом Завете. Самое великое служение закона, когда первосвященник приносил жертву за свой грех и затем вносил кровь в святое святых только один раз в год. В такой день первосвященник находился пред престолом Бога на земле. И именно в этот день, в день искупления, в святое святых первосвященник молился о прощении грехов народа. Первосвященник спасал народ перед присутствием Бога. В день Голгофы наш Господь Иисус Христос вошел в присутствие Бога, чтобы спасти других. Спасти других. Вы знаете, на Голгофе выделяется еще одна деталь. Спасти других именно тогда, когда под угрозой жизнь самого Христа. Спасает других тогда, когда умирает сам. Опять точно так было в храме. Именно во время служения жизнь первосвященника, во время служения в святое святых, жизнь первосвященника как никогда находилась под угрозой смерти. Именно когда он входил во святое святых, жизнь первосвященника как никогда находилась под угрозой смерти. Золотой позвонок и яблоко. Золотой позвонок и яблоко по подолу верхней ризы священника. Она будет на ароне в служении, дабы слышен был от него звук, когда он будет входить во святилище при лице Господне, когда будет выходить, чтобы ему не умереть. Поэтому, когда умирающий преступник повернулся к Иисусу со словами, «Если ты Сын Божий, спаси себя и нас», он не осознавал, что спасение других было именно тем, что делал Иисус. Спасение других было именно тем, что делал Иисус. Далее мы с вами читаем о том, что даже природа, она отреагировала на страдания Иисуса Христа. 44-45 стих 23 главы. «Был уже около шестого часа дня, и сделалась тьма по всей земле до часа девятого. Померкло солнце, и завеса в храме раздралась посередине». Опять можно сделать предположение, что событие напоминало служение первосвященника в самом святом месте храма, святое святых. Дело в том, что святое святых было самым темным местом храма. Святое святых было самым темным местом храма, куда лучи солнца или свет ламп никогда не попадал. То есть в день искупления первосвященник переходил из внешних светлых дворов храма во тьму внутренней комнаты. Входил, чтобы принести кровь жертвы и помолиться за народ. Все это происходило далеко от глаз людей. В день распятия Иисуса вся земля покрылась тьмой. В день распятия Иисуса вся земля покрылась темнотой. И первосвященник Иисус совершил не ежегодную, а последнюю жертву, жертву, которая уничтожает грехи. На Голгофе символы храма осуществились в действительности. На Голгофе символы храма осуществились в действительности. Таким образом, сам символ, сам храм уже стал не нужен. Завеса в храме разодралась посередине. Путь человека к Богу теперь открыт. Иисус был первосвященником с большой буквы. Все, кто были до Него, указывали в будущее, указывали на того, кто войдет в непосредственное присутствие Бога. Бог подтвердил жертву Иисуса Христа тем, что завеса в храме разорвалась. И теперь говорили не только люди, а теперь сказал сам Бог, этого больше не нужно. Этого больше не нужно. Завесы больше не нужно. Путь к Богу открыт. Я думаю, вы обращаете внимание, что в повествовании Евангелия, вот за повествованием очень интересно наблюдать. Действительно, как будто бы евангелист Лука или другие евангелисты, они пишут очень замечательную, богатую образами картину, где каждый штрих он что-то обозначает, где каждый штрих он добавляет какую-то деталь в глубине повествования. Мы с вами пронаблюдали за вопросами, которые задавали Христу. Интересно наблюдать за чистотой использования слов на кресте. Вот одно из самых часто используемых слов на кресте было слово «спаси». Давайте посмотрим. 23 глава, 35 стих. «Других спасал, пусть спасет себя самого». 36-37 стихи. «Так же воины ругались над ним, подходя и поднося ему уксус, и говорили, «Если ты царь иудейский, спаси себя самого». И 39 стих. Один из повешенных злодеев злословил его и говорил, «Если ты Христос, спаси себя и нас». Но вот мы с вами знаем, что евангелист Лука, он не был очевидцем события. Он принял христианство позднее. То есть он слушал, что говорили ему свидетели. И он записал это в своем Евангелии. Но вот в его рассказе можно увидеть развивающуюся картину. Очень удивительную картину. На кресте слово, которое чаще всего было на устах людей. Слово, которое чаще всего было в оскорбительных высказываниях. Слово «спаси». Становится ключом ко всему, что происходит. Слово «спаси» звучало на устах людей, как оскорбление. Но оно является ключом ко всему, что происходит. Помните, мы с вами начали с того, чтобы попытаться разобраться, для чего евангелист Лука или другие евангелисты пишут нам о страданиях Христа. Для чего замедляется повествование Евангелий. Чтобы мы с вами поняли, что происходит в действительности. Тот, кого унижали как пророка, священника и царя, на самом деле и был Божьим пророком, священником и царем, Христом-спасителем. Он действительно делал то, что люди цинично высмеивали. Наблюдая за происходящим, мы понимаем, что это и есть тайна Креста. Тот, кого унижали, на самом деле был спасителем. Отдавая свою жизнь, он отдавал, чтобы спасти других. Знаете, в повествовании, когда думаешь о тайне, о тайне Креста, о том, что это не просто цепь разбросанных событий, о том, что есть смысл, заложенный смысл в страданиях Иисуса Христа, есть одна замечательная особенность. Мне кажется, это, знаете, это драгоценная жемчужина повествования. Можете себе представить, что на кресте и рядом с крестом были люди, которые эту тайну поняли. На кресте и рядом с крестом были люди, которым Бог открыл тайну Креста. В нашем переводе несколько раз встречается слово «злодей». Два других распятых со Христом, которых Писание называет злодеями, ну, просто преступники, это были люди, осужденными за нарушение закона. Евангелие оставляет последние моменты жизни одного из преступников на кресте, который обращается к Иисусу, говорит, «Помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое». Это был один из немногих, далеко немногих людей, которым в самый решительный момент его жизни Господь открыл тайну, открыл глаза сердца, чтобы он мог познать тайну Креста. Вы знаете, не только спасение человека в самый решающий момент. Это глубокий, драгоценный пример правильного понимания спасения. Когда человеку уже ничего невозможно сделать, когда человек ничего не может сделать, послушайте, пожалуйста, нет ничего, ничего, кроме нужды. Он обращается к Господу со словами, «Вспомни меня, Господи, больше сказать нечего». Но оказывается, это все, что нужно для спасения. Оказывается, это все, что нужно для спасения человека. Оказывается, это все, что нужно, чтобы привести нас к Иисусу Христу, пророку и священнику, царю и спасителю, который умер на кресте за наши грехи. Рядом с этим еврейским преступником стоял офицер римской армии. Писание называет его Сотник. А вполне возможно, что изначально, как и другие солдаты, Сотник ругался над Иисусом. Но теперь офицер говорил совсем другое. Сотник же, видев происходившее, прославил Бога и сказал, истинно, человек этот был праведник. Замечательное утверждение о том, что Христос страдает из-за неправедности других. Дорогие друзья, братья и сестры, вы знаете, это великое счастье узнать о тайне Креста. Есть ли что-то более драгоценное для человека? Если вы знаете тайну Креста, помните, эту тайну вам открыл Бог. И проповедник объяснил вам. Бог вам открыл эту тайну. Если вы знаете тайну Креста, Бог открыл вам эту тайну. Ну и последнее, за что, я думаю, тоже мы будем благодарить Бога. Для этого вернемся к обвинениям против Иисуса. Богохольство, Он сделал себя равным с Богом. И изменно Он отверг законно установленную власть. Ну вот насколько значительными были эти обвинения. Вы знаете, если бы вот в какой-то определенный момент нашей с вами жизни нам бы предстало предстать перед судом Бога, знаете, в чем Он бы нас обвинил? Он бы обвинил нас с вами в богохульстве и измене. Если бы я или вы предстали перед Богом, всякий раз, когда человек предстанет перед Богом, Бог в первую очередь предъявит ему два обвинения. Бог обвинит его в богохульстве и в измене. Мы виновны в богохульстве, потому что делаем себя, а не Бога центром вселенной. Мы виновны в измене, потому что пытаемся отменить установленную власть Бога над нашей жизнью. Между прочим, богохульство и измена были преступлениями Адама. Это самый древний из преступлений человека, который сегодня не оставляет ни одного старого или молодого, богатого или бедного, мудрого или простого, знаменитого или малоизвестного. Это наш ответ на вопрос, почему. Почему страдал Христос? Почему без вины Его осудили на казнь? Почему Он умер? Иисус Христос пришел и принес все это, чтобы занять наше место. Он пришел для того, чтобы понести наш суд. Он принес, чтобы победить наш грех и спасти нас. Все это мы с вами замечаем в повествании о страданиях Христа. Мотив повествования теперь нам с вами ясен. Иисус Христос умер за грешников, праведник за неправедных, чтобы привести нас к Богу. Вспоминаем слова апостола Петра. Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok